Сильное землетрясение в Агейском море затронуло Грецию и Турцию. На юге греческого острова Лесбос разрушен посёлок Вриса. Сообщается об одном погибшем. Местную жительницу задавило рухнувшей крышей. Не менее 10 человек пострадали. «Внезапно всё затряслось. Шкафы пооткрывались сами собой, и из них начали выпадать вещи. Тоже и с холодильником. Не знаю, как я успела выбежать. Там всё завалено, даже машина». Сила подземной толчков составила 6,3 балла. Эпицентр находился в 84 километрах от турецкого города Измир к югу от Лесбоса. Здания отряслись и в Измире, и в греческих Афинах. При этом значительные разрушения зафиксированы только в нескольких греческих посёлках. Кое-где заблокированы дороги. В этом регионе привычные подземные толчки магнитудой до 5,5. Выше уже редкость. Такие обычно приносят разрушения. Европейская комиссия решила начать юридический процесс против трёх восточноевропейских стран, которые не хотят выполнять квоты по распределению беженцев. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на свои источники. В частности, письма с формальным уведомлением о начале процесса направят властям Польши, Венгрии и Чехии. Ранее власти Венгрии и Словакии оспорили квоты Евросоюза на приём беженцев в европейском суде. Как ожидается, решение он вынесет в дальшие дни. Еврокомиссия утвердила квоты в 2015 году в попытке справиться с миграционным кризисом. Согласно плану, среди всех стран ЕС нужно было распределить около 120 тысяч мигрантов. В 2014-2016 годах в ЕС прибыло около 1,6 млн нелегальных беженцев. Это заставило Брюссель задуматься о том, как распределить нагрузку. В настоящее время по квотам было расселено чуть более 16 300 мигрантов. Крайний срок для приёма беженцев истекает в сентябре. Недавно власти Чехии также заявили, что не будут принимать беженцев по квотам ЕС до наступления осени. Производители продуктов питания в Катаре ищут новых импортеров. К нехватке сырья привёл дипломатический кризис. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и ещё ряд крупных стран региона разорвали дипломатические отношения с Эмиратом, обвинив его в поддержке терроризма. «После того, что произошло на прошлой неделе, мы уже удвоили объёмы производства. То есть, теперь у нас работа ведётся не в одну смену, а в две. Мы также прекратили экспорт. Раньше мы отдавали часть на экспорт, а теперь прекратили. Вся наша продукция идёт на внутренний рынок». Через границу Саудовской Аравии в Катар поступало 80% необходимого стране продовольствия. Катарские производители говорят, что уже договорились об импорте с некоторыми другими странами. «Теперь мы начнём импортировать сырьё из Азербайджана, Узбекистана, Украины, Румынии и Болгарии. На следующей неделе я уеду, чтобы договориться об импорте с другими странами». Помогать Катару вызвался Иран. Страна уже отправила в Эмират самолёты с продовольствием. Тегеран обещает доставлять столько продукции, сколько потребуется. Помогать Катару вызвалась и Турция. Она также начала поставки продовольствия на самолётах. Катар – одно из богатейших государств мира. Он третий в мире по запасам природного газа, а также крупный экспортер нефтепродуктов. Почти вся территория страны – это пустыня. В результате дипломатического конфликта Катар был исключён из Исламской военной коалиции. При этом Эмират все обвинения в свой адрес отрицает. Возможностями безвизового режима воспользовались уже 3000 граждан Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. При этом отказано было лишь шести путешественникам. В четырёх случаях это было связано с нарушением ранее миграционного законодательства стран ЕС, и в двух случаях выезжающие не смогли подтвердить цели пребывания. Кроме того, накануне стало известно, что прописанная на временно оккупированных территориях граждан Украины для получения биометрического паспорта необходимо будет предоставить дополнительные документы для идентификации личности.